МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ в студии Ирина Ромбальская. Здравствуйте. Президент направился с двухдневным рабочим визитом в Казахстан. Борт номер один днём вылетел из национального аэропорта Минск. В Казахстане пройдут заседания Совета глав государств, участников СНГ и Высшего Евразийского экономического совета. В повестке дня предстоящего саммита СНГ полтора десятка вопросов. Среди них борьба с преступностью, международным терроризмом, укрепление военного и приграничного взаимодействия. Кроме того, запланировано принятие совместных заявлений по случаю 30-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС и 70-летие создания ООН. А в рамках Высшего Евразийского экономического совета президенты обсудят основные направления международной деятельности и экономического развития ЕАЭС. В преддверии саммита глав государств в Астане сегодня собрались министры иностранных дел СНГ. Руководители внешнеполитических ведомств обсуждают вопросы сотрудничества в рамках Содружества, а также региональные и глобальные проблемы. Особое внимание к гуманитарному взаимодействию. Речь об образовании, культуре, молодежной политике. Также стороны рассмотрят план мероприятий, посвященных 25-летию СНГ, который отмечается в следующем году. В Совет Республики ратифицировал договор о дружбе и сотрудничестве между Белоруссией и Китаем. Документ был подписан главами государств в Минске в мае 2015 года. Также парламентарии рассмотрели порядок предоставления иностранной безвозмездной помощи. Специально для этого проанализировали опыт Казахстана, России, Австрии, Великобритании, США и ряда других государств. Продолжение исключить. Отменена норма регистрации в Департаменте по гуманитарной деятельности данной помощи. Второе. Физические лица освобождены от уплаты налога на доходы, получающие эту помощь до 200 базовых величин. Еще одно новшество – ограничение по ввозу имущества этой помощи в нашу страну, имеющих ограничения по срокам годности. Насыщенным четверг выдался и у депутатов. Так, в Нижней Палате парламента сегодня рассмотрели больше десятка вопросов в сфере экономики, безопасности, права и образования. Одним из самых резонансных стал вопрос о возрастной маркировке информационных продуктов. С помощью такого знака законотворцы планируют ограничить от детей информацию, которая может принести вред несовершеннолетним. Депутаты сегодня также приняли сразу несколько законопроектов в рамках союзного государства. В частности, проголосовали за обмен сведениями о гражданах Белоруссии и России, в отношении которых действуют ограничения на выезд. Совместно у нас имеется база данных на тех лиц, с которым запрещен въезд, допустим, в нашу территорию или на территорию Российской Федерации. Соответственно, сегодня эта ратификация позволит нам все эти вещи объединить, чтобы мы действовали совместно. Имея базу данных компьютерную, это будет уже способствовать именно вот этим вопросам и защиты национальных интересов, и безопасности наших государств и так далее. Предупредить трагедию одним звонком. Информационная кампания по вопросам безопасной миграции и противодействия торговли людьми стартовала в Беларуси. Пликеры, листовки и брошюры с номерами телефонов горячей линии будут распространяться на вокзалах, в аэропорту и на погранпереходах страны. Ликбез на тему безопасного выезда за границу проведут и звезды спорта, популярные артисты и дизайнеры. В интернете уже появилась серия видеопосланий, тематический словарь мигранта. В скором времени информационную эстафету подхватят и городские улицы. На автобусных остановках Минска появятся бигборды с короткими номерами СОС. Согласно данным отчета, представленного Еврокомиссией в прошлом году по случаю 8-го Европейского дня борьбы с торговлей людьми, который отмечается 18 октября, в период с 2010 по 2012 годы в странах-членах Евросоюза было зарегистрировано 30 146 жертв торговли людьми. Мы прекрасно понимаем, что это только верхушка айсберга. Евросоюз делает все возможное, чтобы остановить торговцев людьми. Миграционный кризис стал главной темой на саммите ЕС в Брюсселе. Основные усилия главы 28 государств и правительств намерены направить на удержание мигрантов вне европейских границ. Поэтому особое внимание сотрудничеству с Турцией, через территорию которой большинство беженцев и пребывают в ЕС. На повестке дня также контроль за внешними границами и вопрос по депортации тех беженцев, которые будут признаны нелегалами. Тем временем число мигрантов уже превысило 700 тысяч. На этом фоне в Германии с новой силой разгораются споры о размере пособий для них. С заявлением о необходимости сократить выплаты уже выступил министр финансов ФРГ. Более радикальной к ситуации подходит Чехия. В ближайшее время Прага направит в Венгрию своих военных для оказания помощи в охране внешних границ с Шенгенской зоной. Новая трагедия произошла в центре американского штата Нью-Йорк. В студгородке Сиракузского университета неизвестные открыли огонь. По предварительным данным погиб один человек. Количество раненых уточняется. Известно, что нападавшие также стреляли в полицейских. Сейчас преступники в розыске. Территория кампуса оцеплена. Студентам и персоналу рекомендовано запереться в комнатах и не пускать посторонних, пока идут следственные мероприятия. Отмечу, что за последние дни это уже пятый инцидент со стрельбой в США. Причем четыре из них произошли на территории высших учебных заведений. Чрезвычайное происшествие произошло в ЮАР. В Йоханнесбурге обрушился временный пешеходный мост. Под завалами из бетона и арматуры оказались десятки людей. На месте инцидента развернуты поисково-спасательные работы. К этому моменту известно о двух погибших с травмами различной степени тяжести госпитализировано свыше 20 пострадавших. Конструкцию временно возвели над главной магистралью четырехмиллионного города. Однако опоры не выдержали сильного порыва ветра. Греция повышает цены на билеты в музеи и исторические места. Так, стоимость посещения Акрополя возросла в 4,5 раза. И составила 52 евро. Помимо этого вводится плата и за посещение археологических раскопок. Однако, если вы собираетесь посетить Грецию осенью или зимой, то будет действовать 50-процентная скидка. Напомню, в обмен на новую программу финансовой помощи Греция должна провести реформы и ввести жесткий режим экономии. Обнаруженные в Китае каменелые останки древних кроманьонцев могут коренным образом изменить теорию о том, как, куда и когда расселялся Homo sapiens, покинув Африку. В частности, ученые выяснили, что первые жители Поднебесной поселились здесь 120 тысяч лет назад. А это значит, что современный человек, скорее всего, покинул Африку почти в два раза раньше, чем на сегодняшний день считают палеонтологи всего мира. Индонезия ввела безвизовый режим для белорусов. Речь идет о туристах, которые планируют пробыть в стране не более 30 дней. Об этом сегодня сообщили в нашем внешнеполитическом ведомстве. Для безвизового въезда в Индонезию необходимо предъявить обратный билет и паспорт до окончания срока действия, которого остается не менее 6 месяцев. Право безвизового пересечения границы Индонезии предоставляется при условии въезда и выезда через определенные индонезийской страной, пункты пропуска в аэропортах, портах и на пограничных переходах. При туристических поездках продолжительностью более 30 дней, а также поездках в иных целях, для граждан Беларуси сохраняется возможность получения визы по прибытии в Индонезию. Этот порядок действует, как мы вам сообщали, в отношении белорусских граждан с 16 марта 2015 года. Блиди увековечили подвиг героев-авиаторов. В городе установили памятный знак в честь летчиков, которые сражались в годы войны и исполняли свой долг в мирное время. Символом героизма стал боевой самолет Су-25. Эта железная птица побывала во многих международных конфликтах и до сих пор на вооружении десятков стран. А дать дань уважения героизму крыла Техасов пришли сотни лича, а на пилоты 116-й авиабазы подарили жителям воздушный парад. Мой коллега Юрий Корниелович побеседовал с героями нашего времени. Когда уже непосредственно угроза жизни была, пришлось контролировать. Летчик Георгий Мишанов геройским свой поступок не считает. Когда время учебного полета в самолете Су-25 внезапно вышло из строя управления, он до последнего момента старался спасти боевую машину. А когда стало понятно, что аварии не избежать, увел штурмовик от населенных пунктов. Решение само-то было принято осознанно. То есть, ну, как любой летчик, больше стараться спасти машину и уберечь то, что находится на земле. Ну, в совокупности поняв, что происходит, что произошел полный отказ, грубо говоря, в управлении. Всю значимость поступка майор Мишанов осознал, лишь когда получил от президента орден за личное мужество. Я думаю, что, как любого в жизни гражданина, это будет значимо, когда глава государства вручает такие награды. Я оценил. Было очень приятно и волнительно, скажу честно. Чтобы увековечить подвиги летчиков, которые совершались на протяжении столетней истории развития авиации, в Лидии открыли памятный знак. Ведь летчики местной эскадрильи участвовали и в Первой мировой, и в Великой Отечественной. В качестве памятного знака был выбран легендарный самолет Су-25. Он зарекомендовал себя как надежная машина во многих международных конфликтах. И до сих пор стоит на вооружении в десятках стран мира. Торжественное построение сотни зрителей и слава благодарности воздушным асам. Памятный знак, достойное отражение их подвигов. Сама работа, наверное, опасная и сложная, героическая, но об этом никто не думает. И весь летный состав, в принципе, никогда не задумывается о том, что он получит какие-то награды, какие-то медали, ордена. Все служат не ради этого, служат ради своей родины, своей отчизны и мирного неба над головой, на процветание своих семей. Мы осваиваем новое воздушное судно, учебно-боевой самолет Як-130. Это и учебный самолет, символично то, что мы готовим курсантов именно здесь, в Лиде. И это легкий штурмовик. Еще четыре современных Як-130 примут на вооружение в следующем году. Это сделает Лидскую ябазу одним из самых оснащенных в стране военно-воздушных подразделений. Юрий Корнелович, Николай Лапин, телекомпания СТВ, Гродненская область. Такова информация на этот час. Далее спортивное обозрение. Следующий выпуск новостей в 19.30. Всего доброго.